здравствуйте меня зовут любовь наверное это видео будет не очень привычным но я хочу об этом поговорить и поговорить об этом хочу по особенному и может быть это видео будет двойным посланием видео с тройным дном вот что произошло несколько месяцев назад я сняла я сняла один ролик там я говорила об аромате луэве 001 и я сравнила его с ароматом кожаных сладких перчаток мне он так понравился этот маленький кусочек длинного видео что я сделала его отдельным там я слушаю скрип кожи вот это вот все мне там это очень нравится мне до сих пор это очень нравится мне до сих пор нравится скрип кожи и мне нравится как выглядят мои руки в кожаных перчатках а еще сзади меня висит кожаная куртка и вот через какое-то время я получила комментарий под тем видео мне написали комментарий был на английском я не воспроизведу его дословно но постараюсь близко к тексту там было такое наконец-то женщина которая приняла себя кожу себя в коже что-то подобное он был восторженный мне было приятно это читать но что-то меня насторожило и вот меня что-то настораживает и я иду на канал этого комментатора там нет никаких видео на этом канале но там есть плейлист который виден всем в этом плейлисте очень много подобных роликов таких как мой основном это smr у меня еще одна пара есть я объясню почему у меня сегодня две пары эти они чуть больше они на толстые подкладки шерстяной здесь подкладка шелковая они тоненькие они прекрасно надеваются можно их носить с кольцами а вот в эти с кольцами влезть очень тяжело поэтому я сниму кольца надену перчатки натяну их на руки поскреплю а потом снова сниму и посмотрим что будет дальше я надену кольца так вот этом его плейлисте было много смр видео и все они были про одно и то же про женщинную кожу а эти так не скрипят понимаете эти так не скрипят они хуже сидят они такие красивые вообще никаких звуков не слышно плохие перчатки я поняла что ему это нравится он интересуется женщинами в коже я была вот таким объектом его интереса я как-то не очень хорошо себя почувствовала после этого понимаете ты про искусство про что-то вот такое по крайней мере ты пытаешься к тебе приходит фетишист и как будто он это все обесценил никаких звуков нет это совсем не то правда поэтому мы их снимем хорошо я забыла об этом но я помню вот это такое свое легкое разочарование потому что его комментарий был довольно поэтичным мне было приятно его читать а потом выяснилось что он фетишист и это как будто обесценило все и его восторг от моего видео которое я до сих пор считаю шикарным тоже все все это было все это лопнуло как тыквозолушки что было потом проходит наверное полгода и вот я вам снимаю видео про стюардессу про стюардессу эмирейтс который я так хорошо отношусь вся эта теплота и моя радость и восторг я вижу опять кто-то пишет тоже на английском абсолютно пахуистично относясь к этой теме которая там была пишет здравствуйте а вы бы не могли снять коллекцию своих перчаток и даже этот комментарий кто-то лайк и я понимаю что это тот же самый комментатор которого я тогда почему-то не забанила да я снова иду на канал я обнаруживаю там все то же самое что было раньше и лайкает его комментарий и я вижу что вдруг начинают расти просмотры на том видео слова да к сожалению я никто в ютюбе просмотры там не взлетели их не стало миллион но там прибавилось внезапно обычно мои старые видео вообще никто не смотрит и я опять попала в эту же ситуацию как будто меня растерли обесценили вот он возбудился на что-то понимаете на то как я выгляжу я понимаю что он видимо на меня подписан он смотрит каждое мое видео и он ждет когда же будет кожа вот сейчас будет кожа кожа будет сейчас мне почему я говорю что это видео с двойным дном потому что с одной стороны мне нравится тут сидеть и скрипеть я делала это тогда потому что меня саму вставляет этот звук который делаю я я не буду никогда ходить и слушать как скрипит кто-то другой сама я поскрипит с удовольствием но там в том видео про стюардессу я говорю дома я говорю это я опять же там слегка уязвимая и тут приходит он и говорит ой слушай мне ничего тебе не надо поскрипи кожей у меня на это возрастает уровень возбуждения и принятия хотя он делает это очень вежливо но первая моя эмоция всего разрушена обесценила господи опять эти фетишисты набежали почему я все-таки снимаю я же сами думаю рассуждаю потому что я не хочу отказываться от кожи от перчаток от помады только потому что на это кто-то возбудился я даже могу в это поиграть но главное чтобы это все не скатилась пошлость и порно сайт поэтому я и снимаю это видео и вот чтобы это все не скатилась в прошлости порно сайт я тоже поэтому забанила того человека который мне все это писал и мне надо самой научиться не обесценивать себя видео как я выгляжу потому что у кого-то что-то сработало вдруг я попала какую-то точку этого человека который даже не подозревала и в общем-то не должна была знать у меня ведь кроме перчаток есть еще кожаная куртка и она сзади меня сейчас находится интересно будет ли скрипеть она эта кожаная куртка прекрасно сочетается вот с этой вот белой кофты которая нам не хоть сегодня и жарко я доставлю себе и вам вот это удовольствие я не слышу скрип почти почти не слышу скрип но если кто-то меня еще смотрит из тех ребят которые засмотрели до дыр вот это вот моё с перчатками пусть они посмотрят и на кожу я объясню почему но мы вернемся вот к чему оказывается петушистов девочки и мальчики очень много ну конечно это в какой-то степени симптом ну а пока он никому не приносит ничего плохого это как бы дсм делайте чего хотите никаких видимо старенькая куртка уже слышите она как эти как вот эти вот толстые перчатки ничего к сожалению новенькая была скрипела все сообщение этих скрипов нет поэтому видимо придется делать это с перчатками так вот оказывается я читаю тут на девочки берегитесь какой-то красивый вид на девочке и вот девочки берегитесь я продавала туфли на авито какое какое банальное начало я продавала туфли на авито говорит она я продавала туфли на авито и мне пишут покупатели говорит ой туфли класс елена а вы не могли бы показать мне как они выглядят на ноге или она показывает ой елена спасибо большое а вы не могли бы стать своей ступней на линейку чтобы я точно видел видела какой размер сколько сантиметров от кончика вашего большого пальца до пяточки елена встает елена очень здорово а вы не могли бы снова надеть эти туфли и сфотографировать их вот в таком вот ракурсе не очень надо или она делает это елена а вы не могли бы надеть юбку вот по колено и сфотографироваться в этой обуви вот так мне очень надо знать как это выглядит потому что елена я так хочу эти туфли елена и тут елена понимает что наверное хотят не только туфли но и и ноги в этих туфлях тоже хотят или не становится как-то неприятно и елена идет и пишет отзыв и говорит вот этот вот вот ему не присылайте свои фотографии потому что скорее всего туфли у вас никто не купит а вот что-то другое с вашими изображениями какое-то несанкционированное удовольствие от них получит ей отвечают такие же елены они говорят да знаете действительно и я нарывалась на такое я нарывалась на такое и я тоже нарывалась на вот такое это похоже вот на эту историю когда в транспорте в автобусе или метро кто-то вас трогает несанкционировано когда вы вообще-то не давали на это согласие здесь слава богу без физического контакта без физического контакта и обсудила эту ситуацию обесценивание дома и обсудила эту ситуацию когда я вроде бы про одно а мне говорят о это все фигня слушай поскрепи перчатками потому что я возбуждаюсь на это я подумала но что сделать да человек может получить удовольствие от чего угодно и это совсем не значит что я в этом виновата кого-то может возбудить моя красная помада сегодня я сейчас рассуждаю с вами я не могу судить точно я я вообще балансирую я не могу понять даже как я к этому отношусь тем не менее я надела эти перчатки я принесла еще одни перчатки я надела кожаную куртку с белым верхом почему потому что мне нравится как я в этом выгляжу и если это нравится кому-то еще до какой-то очень такой степени острой и до степени фетишизма и не уверена что я бы хотела об этом знать я знаю что я хорошо и красиво выгляжу когда я где-то вот так и мне нравится самой производить вот эти вот звуки да я забанила этого фетишиста но считайте я таким образом пытаюсь примириться с той ситуацией что раз уж я человек публичный люди могут возбуждаться на что угодно и в положительном и в таком слегка извращенном смысле и совсем плохом смысле и я не буду в этом виновата вы можете сказать то что ты делаешь сейчас это провокация да я с вами соглашусь это действительно провокация и может быть мне даже придется отключить комментарии к этой записи я не знаю может быть но мне иногда нравится и дурачиться в том числе вы можете думать что я сижу дурачу здесь мне нравится чувствовать себя красивой мне нравятся мои вещи которые у меня есть и мне нравятся те звуки которые они издают ну что поделать если мир полон разными людьми и я вот в том числе сталкиваюсь вот с такой же ситуации я не педалирую свою сексуальность но я выгляжу так как я выгляжу и я люблю красную помаду я люблю кожаные вещи у меня есть кожаные перчатки так что теперь я вряд ли когда-то буду снимать smr я вряд ли попаду в этот плейлист у того мужчины но тем не менее я почему-то захотела снять это видео считайте я играю с вами пусть это будет такое что-то для развлечения почему видео с двойным дном потому что я до сих пор помню это первое ощущение когда я поняла что он просто фетишист он здесь не потому что я говорю что-то интересное для него а он просто фетишист я для него как объект я для него как дичь которая сидит и шуршит знаете я обсудила даже эту ситуацию со своим терапевтом и она сказала но не только кожа может быть еще и бдсм не только фетишную бдсм у меня есть один знакомый и я знаю что этот знакомый с ума сходит по ступням ему очень нравятся женские ступни я помню как я наблюдала одну сцену она была очень интимная хотя вокруг была куча народу все были такие слегка пьяненькие и так как все были пьяненькие как бы можно было вести себя так как ему хотелось себя вести и никто бы об этом не узнал и наверное никто этого не помнит кроме него и меня рядом за мной сидела девушка красивая он взял перед ней на колени он снял ее туфли он взял в руки и и ступню и по-моему он стал териться об эту ступню лицом это был такой знаете довольно красивый жест потом через время я узнала что оказывается у него этот фут фетиш я хорошо к нему отношусь до сих пор у меня эта картинка до сих пор перед глазами стоит как он взял такую ступню и стал получать удовольствие но он как-то вроде бы был и в рамках они уже конечно были очень ствинуты к часу ночи в том месте где мы находились это как-то мило и органично смотрелось в тот момент понимаете поэтому может быть я в том числе сижу тут и хрущу вместе с вами потому что может быть иногда вот такие вещи они очень разнообразит нашу жизнь и это такое какое-то даже ощущение власти в чем-то на я знаю что я щас креплю а он наверное смотрит хотя он и забанен но много я такого на себе не выдержу но вот эта перчинка да вот эти вот какие-то фетиши такие конечно это крючки на которые иногда в искусстве художники ловят своих зрителей и людей но невозможно же всегда быть пресс ну здравствуйте меня зовут любовь теперь мы поговорим о моем тяжелом детстве или мы поговорим о чем-то возвышенном или мы осудим и пожалеем и прямо не всегда же мы можем жить в этой реальности иногда хочется просто поиграть давайте давайте сегодня я с вами поиграю такая история про кожу очень жалко что не скрипит моя кожа на куртку я надеюсь это было не пошло я знаю что это было не пошло и да еще вы отвратительно смотрите мое видео про компьютерные игры она ведь не скучно и она ведь интересная и не знаю почему вы так отвратительно его смотреть у меня вообще то есть вторая часть просим с игру с очень интересными эротическими подробностями может быть вы хотя бы вторую часть будете смотреть плохие ребята плохие ребята я расстроилась вы расстроили мамочку расстроили мамочку вы плохо смотрели то видео было очень обидно но ничего может быть это видео вы будете смотреть лучше до свидания до свидания